Всем привет! Сегодня у меня на обслуживании катушка от фирмы Shimano, модель Stradic 2019 года в размере 4000. Особо ничего нового по ней не расскажу в плане апгрейда, но есть два интересных момента, которые могут вас заинтересовать. Первый момент, это касается именно 4000 моделей, не только Stradic, а также OneFord. Это огромный люфт-направляющий, который поддерживает кулису. В посадочном месте эта направляйка очень сильно люфтит, что может привести к следующей проблеме. И обычно так и происходит. Кулиса в конце, именно у входа направляющий в корпус, в хвостовике, приподнимается над червяком, нож начинает скользить и разрушать поверхность червяка. В конечном итоге это может привести к таким последствиям. Это червяк от другой катушки, но смысл вы, наверное, поняли. Как решается данная проблема? Есть два способа. Один посложнее. Это просто выточить другую направляющую. Заодно, тем самым, убив двух зайцев, во-первых, точно подогнав его в посадочное место корпуса, во-вторых, устранив люфт непосредственно в самой кулисе, в самой каретке. Видите, какой здесь огромнейший зазор. Конечно, должен быть некоторый зазор для нормальной работы, но это, я считаю, что это чрезмерный. В таком случае нам придется растачивать также и входное отверстие, поскольку более толстый, более толстая направляющая попросту сюда не залезет. Вариант номер два попроще, как это я делаю обычно. Я переворачиваю направляющую на обратную сторону, и здесь протачиваю хвостовик с таким расчетом, чтобы направляющая туго села на свое посадочное место. Вот этого кусочка и толщины корпуса в месте посадки достаточно для того, чтобы направляющая не гуляла с обеих сторон. Что, собственно, мы сегодня и сделаем. И второй вопрос по модернизации катушки, это установка подшипника в гайку ротора. По классике все делают следующим образом. Ставят сюда подшипник, и все. Мою манжету, либо какую-нибудь манжета, которая прикрывает, собственно, сам подшипник. Вот этой шайбой пластиковой. Сверху ставят шайбочку. Я же делаю по-другому. Поэтому я растачиваю гайку чуть глубже, для того, чтобы подшипник сел глубже и фиксировался родной скобой. В данном случае скоба не может застегнуться, поскольку подшипник практически вровень с плоскостью гайки. Поэтому сейчас мы углубим немного посадочное место и сделаем данную процедуру. Подшипник тогда при раскручении гайки не будет выпадать из нее. Так, гайку проточил. Помимо доработки гайки, изготовил также втулку из графита наполненного капролона. Почему? Потому что у нас диаметр 4,45 на штоке. А подшипник имеет 6. Поэтому переходная втулочка нужна для того, чтобы шток не болтался в подшипнике. К тому же, она лучше будет скользить по самому штоку. Это в разы лучше, чем когда шток скользил по голому металлу. Потому что здесь уже, если присмотреться, есть такие насечки. Именно от того, что металл по металлу ходит. Я приложу видео в макрофотографии. Вы увидите этот момент. Может, видео не передает. Итак, что мы имеем? Мы имеем втулочку в подшипнике. Подшипник ставим на свое место. И замыкаем все это скобой, которая была изначально в этом месте. Все. Получается полная замена втулки на подшипник. Что нам дает подшипник? Во-первых, как я и говорил, скольжение металла по металлу исключается. Это раз. Во-вторых, легче будет вращение самого ротора. Меньше будет задиров. Как в данном случае, как я и показал. Вот, в принципе, вся технология доработки. Помимо этой доработки и, собственно, как я и говорил ранее, направляющей, данную катушку можно еще установить дополнительно несколько подшипников. Это два подшипника на червяк. Один подшипник в кноп и один подшипник в подшпульный узел. Также можно дополнить ролик лесоукладывателя подшипником. Но дело в том, что при добавлении подшипника в ролик лесоукладывателя мы утяжеляем этот узел. Соответственно, получается некий дисбаланс ротора. Приходится балансировать ротор, если это для кого-то критично. Но здесь стоит у нас втулочка, которая является своего рода защитой подшипника от попадания туда грязи. Поэтому не обязательно, скажем так, эту втулочку менять на подшипник. Тут уже каждый поступит по своему желанию. Также отполировал внутреннюю поверхность пиньона, поскольку здесь из-за неидеальной поверхности были задиры на штоке. Шток также отполирован. полностью и смотрим, как все работает. Все работает супер. Никаких задиров. Также все вращается без всяких заеданий. Что ж, осталось только собрать катушечку и отдать клиенту. Ну и конечно же устранили дефект направляйки. Теперь она сидит здесь плотно. То есть, как видите, проточка родная, вот новая. Плотно туда садится. Все, она уже не имеет никакого люфта. все остальное вы в принципе про эту катушку знаете. На этом все. Если у вас будут какие-либо вопросы, пишите с удовольствием на них отвечу. Всем желаю здоровья, крепкого, мирного неба над головой. Всем удачи, пока. Ну а для тех, кто еще не успел выключить свои компьютеры, демонстрирую конечный результат. Как видите, катушка работает отлично. Устранены все люфты паразитные, лишние зазоры убраны, отрегулированы также зазоры в червяке. Все вращается очень плавно, легко. Я надеюсь, что владелец будет доволен. На этом точно все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу по ремонту удилища и обслуживанию катушек ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем удачи, пока.